У нас штормовой ветер ужасный. Все вишни обтрепало, которые только успели расцвести. Все грядки наши обтрепало. Я пошла сказать несколько слов про чудо-теплицу. Бедная наша яблоня, которая только позавчера расцвела, ее все оббило, и все листочки валяются на полу. То ли будут яблочки, то ли нет. Вот я сейчас зашла на перекур и только-только прочитала комментарий про чудо-теплицу. Решила выйти и сразу сказать. Одна зрительница написала, что они купили тоже такую чудо-теплицу, установили, но у них сегодня ураганный ветер. Но, вероятно, как во многих регионах, нынче что-то погода не очень. И она говорит, что стоим на краю села и боимся, как бы не унесло эту тепличку. А я, так как человек опытный, у которого уже две теплицы, уносила вот таких вот настоящих поликарбонатовых. Иногда бывают у нас такие ураганные ветры, что у некоторых и крыши сносят. Я сразу хочу сказать тем, кто хочет купить такую чудо-теплицу. И чтобы не было потом вот таких неприятностей, как унесло, удуло куда-то. Смотрите, мы кроме того, что вкопали, как нужно по инструкции, мы еще пришпилили шпильками из арматуры. И это нужно делать обязательно всем сооружениям, которые вот такие легковесные, которые не такие, вот как уральская легенда, которая 350 килограмм весит. Если то, может быть, ее удует. Но мы в четырех местах, я специально мужу попросила, арматуру загнул и забил туда как можно глубже. Видите, со всех сторон у нас вот такие шпильки. И сейчас, даже когда я этот тент одену на эту чудо-теплицу, я думаю, что ее все равно не унесет. Вот эти вот штыри, они будут задерживать. Вот, хотела сегодня доснимать о сборке, но выложу потом, потому что погода не дает вообще не снимать видео, ничего делать, не делать. Можно работать только в теплицах. Но вот пришпиливать сооружение, как я уже говорю, со своего опыта печального знаю, нужно все. Вот заякориться в землю. Зато такая штормовая погода дает возможность более длительный период поработать в теплице. Вот моя любимая новая теплица, уральская легенда. Видите, на улице холодно, все стеночки запотели, а тут тепло. Я сегодня целый день тут работала. У меня же вчера была только... Ой, подождите, мы запотели. Вчера была только вот эта вот грядочка. Сегодня еще вот эта грядка. И между уже высаженными стоят пар на те, которые завтра я буду высаживать сюда. Завтра у нас тоже будет холодная погода. Ой, запотеваем снег с дождем. Так что как раз я здесь смогу поработать и высадить. Вот эти два холодных дня я использую на все 100. Засажу всю свою новую теплицу, вот эту уральскую легенду. Здесь так тепло вообще. Но мы все равно... Муж сегодня делает эти завалинки. Будем еще снаружи подсыпку. Мы все теплицы делаем как бы в прикопе. Вот эта часть, где соединение этого... Подождите. Фундамент, где соединяется с поликарбонатом, с той стороны мы всегда присыпаем грунтом. Вот все, до свидания. Вышло показать, что надо якоря ставить на чудо-теплицу и на все любые сооружения. Закончилось опять же вот этой уральской легендой. Все, все. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok